Здесь колокольчик, а вот здесь батарейки сели, открывается дверь, играет музыка. У каждой работы Льва Николаевича своя история. Например, вот этот уютный домик он сделал к новоселью дочери и к Новому году. Идея битвы титанов тоже родилась внезапно. Из простого корня дерева получилась очень даже необычная скульптура. Главное, говорит, чтобы была фантазия, а дальше уже руки сами творят. Вы видели пенек, да? Зачем его в печку будут толкать, когда можно там гнездо сделать, да? А вот эти птички, это моя дочь художница разрисовала их уже. Здесь местный художник сказал, очень красивый подбор красок. Лев Апанаев в Челнах известен больше как хирург. Он работал и травматологом, и урологом, был врачом на универсиаде и Олимпиаде в Сочи. Однако всегда находил время для творчества. Отдельная часть работ Льва Апанаева посвящена Южной Африке. Два года он проработал в Анголе в качестве хирурга. Детей так воспитывают. Мы там не были, мы ничего не слышали, ничего не видели, никому ничего не говорили. Понятно? В Анголе португальский язык, в португальский нет, называется «nao». Карта Анголы, мать и дитя, жираф и другие скульптуры выполнены из черного дерева и эвкалипта. Нелев Николаевич хранит их с особой теплотой. Вспоминает время, когда помогал жителям Африки. Удивительно, там аппеницитов нет почти. Я примерно знаю, потому что они травы много едят, витаминов много, а не мясо. Во-первых, во-вторых, во-вторых, во-первых, очень много огнестрельных ранений. Там полиция свистнула, не остановилась на поражение из автомата. Ну и очень много малярии. Малярии хирурги тоже оперировали, осложнением малярии. На выставке только малая часть его работ. Кроме скульптур, Лев Николаевич делает предметы, которые могут пригодиться в быту. Он любит изобретать. Лилия Хабибьянова, Ленар Султанов, Новости, Челны ТВ.